Не секрет, что предприятие МакГорТранс переживает тяжелые времена. Парк во многом изношен, с долгами не рассчитались, конкуренция с маршрутками высокая. На днях в городской администрации начала работать горячая линия по вопросам трамвайных перевозок. А наша съемочная группа встретилась с директором предприятия Егором Тимофеевым и задала ряд вопросов, главный из которых – есть ли будущее у Магнитогорского трамвая. Будущее у Магнитогорского трамвая есть, уверен директор предприятия Егор Тимофеев, который возглавил МакГорТранс полгода назад. Да, говорит он, мы должны муниципалитету 200 миллионов. Да, не хватает водителей, но мы разработали антикризисный план, который методично притворяем в жизни. И первый пункт этого плана – индексация заработной платы водителям. Она повысилась с 1 января. Если взять зарплату водителя, допустим, трамвая, то до повышения без переработок средняя заработная плата была где-то 14,5 тысяч, то сейчас она порядка 25. Кондуктор сейчас порядка 14 тысяч рублей получает. С повышением зарплат с 1 января повысилась и стоимость проезда. Отныне она составляет 20 рублей. Но удивительное дело – преданных пассажиров меньше не стало. Поэтому выручка от продажи билетов выросла с прежних 400 тысяч рублей в день до 550 тысяч рублей. При этом стоимость электронных билетов осталась прежней, и их востребованность выросла сразу в четыре раза. Стоимость проезда по проездным билетам в районе 12-14 рублей для граждан. Для учащихся это вообще 6 рублей. Поэтому, естественно, люди предпочитают их. И порядка 100 тысяч рублей ежедневно из вот этих вот 550 – это продажа именно электронных билетов. Ежедневно на трамвайные линии «Магнитки» выходит 108 поездов. К 1 июля «Макгортранс» планирует увеличить это количество до 143. Одно из самых частых пожеланий горячей линии по вопросам работы трамваев – сокращение интервалов между их движением. Поезда будут чаще ходить только после того, как мы увеличим выпуск, а выпуск мы увеличим после того, как наберем достаточное количество водителей. Вот сейчас заканчивается у нас обучение первых набранных учебных групп. Поэтому, я думаю, через месяц-полтора мы начнем изменять график в части введения дополнительных поездов на маршрутах. Что же касается ремонта подвижного состава, который, прямо скажем, довольно изношен, запланировано и это. В ближайшем будущем в 10 вагонах будет сделан капитальный ремонт, в 24 – текущий. В эти дни руководство «Макгортранса» и городской администрации как раз обсуждают возможности модернизации трамваев посредством лизинга, то есть рассрочки на определенных условиях. Кстати, предприятие уже ощутило выгоду, частично отказавшись от самостоятельного ремонта вагонов и переведя его на аутсорсинг, то есть доверив его профессионалам из сторонних организаций. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИНИ.